Всем тихой ночи. На сайте SCP время от времени проходят конкурсы, в которых авторы объектов соревнуются в писательском мастерстве. В конце 2021 года прошел неофициальный конкурс на самую страшную историю, в которой было три номинации. История про страшный дом, про ужасного бюрократа и кладбищенская история. Так что давайте посмотрим на победителей, на самые страшные объекты 2021 года. Начнем с SCP-6274. И сразу мы видим, что это очень большой объект. Так что переводы, видимо, ждать в ближайшее время не стоит. Объект этот имеет класс Евклид, но фонд SCP продолжает наблюдение за его аномальными свойствами. И если в ближайшее время они вновь не проявятся, SCP-6274 признают нейтрализованным и переведут в собственность подставной фирмы фонда. Сам объект это большое поместье, находящееся в штате Миссисипи в США, в городе Полинсби. Такого города, кстати, нет в нашей реальности. Зато он встречается в мире фонда в файлах нескольких объектов. При этом он всегда находится в разных штатах. Итак, в небольшом городке на 17 тысяч жителей находится проклятое поместье, которое привлекало агентов фонда еще в 1961 году. Когда фонд пытался исследовать происходящее в городе, он сразу столкнулся со значительным сопротивлением местных жителей. Каждый встреченный пытался мешать людям из организации. И как стало ясно, все они имели связи с местной семьей Бёрнли. Эта семья как кукловод управляла всеми официальными лицами города, не давая агентам SCP делать свою работу. Клан Бёрнли уже был известен фонду еще во время исследования другого объекта SCP-5580. Заброшенной военной базы в Японии на месте был найден артефакт, которым владел некий Лайл Бёрнли. В самом объекте 5580 содержится подробный отчет об изысканиях Лайла по поводу свойств этой вещи. Но в данном случае важно не свойство того объекта, а то, что фонд узнал о существовании могущественной семьи мистиков и исследователей паранормального, носящих фамилию Бёрнли. И вот когда агенты фонда прибыли в городок Полонсби, чтобы понять, что же там происходит, они снова столкнулись с этой фамилией. Расследование-то особенно не продвигалось, пока не стало известно о смерти уже упомянутого Лайлы Бёрнли. После этого события местные власти стали более сговорчивыми, а агенты SCP взяли под контроль особняк, в котором жил этот человек. Внутри была отправлена МОК МЮ-13, известная как Охотники на Привидений. Бойцы МОК подтвердили наличие спектральных сущностей внутри, но отметили, что в них нет ничего особенного. Обычные призраки. Наверное, в мире SCP-то даже аномалии-то не считается. Однако со временем их активность и агрессия начали возрастать. Тогда оперативная группа решила исследовать особняк более внимательно. Сразу стало ясно, что что-то не так. В помещениях было существенно холоднее, чем на улице. В обеденной комнате была обнаружена призрачная светящаяся фигура со множеством глубоких ран. По пути бойцов встретило множество других паранормальных явлений. Призраки словно взбесились. Группа продолжила исследовать помещение, и внезапно один из бойцов просто пропал, после чего связь с группой была потеряна. Через какое-то время на связь вышли два бойца и сообщили, что они неизвестным образом оказались в садовом сарае, недалеко от особняка. В руках один из них сжимал свиток, подписанный как «Наше проклятие», впоследствии обозначенный как SCP-60-274.1. В этом свитке содержится описание различных призрачных сущностей и их повадок. После этого события интерьеры особняка сильно изменились. Все покрылось черной жидкостью, все что могло сгнить Нила. Также внутри были найдены тела пропавших бойцов МОК, а камеры наблюдения зафиксировали, что в обеденной комнате время от времени пируют призраки. Фонд нанимает медиума для общения с ними, и это приоткрывает некоторые ужасные тайны поместья. Одна из которых в том, что помимо злобных призраков, в здании завелось что-то, что этих самых призраков пожирает, отчего они сами пришли в крайний ужас. Для того, чтобы разобраться с происходящим, Фонд разыскал дочь владельца поместья, которая согласилась помочь. Она была немало удивлена тому, что призраки говорят о чем-то ужасном винном погребе, потому что никакого винного погреба в доме она вообще и не помнила. Однако вход туда и правда присутствовал, и спустившись в него девушка встретила чудовище, жрущее не только призраков, но и саму ткань реальности, оставляя после себя только пустоту. В нем она узнала своего отца, и после этого и сама бесследно пропала. В общем чудищем этим, судя по всему, оказался тот самый умерший владелец поместья, Лайл Бёрнли. В результате своих исследований он стал какой-то особенно могущественной сущностью по имени Предвестник, питающийся духами умерших, которая после изначального своего обнаружения исчезла и больше себя не проявляла. В целом, это классическая история про страшный дом с привидениями. Я когда-то делал видео про призраков в SCP, но тогда это тема еще не была особенно развита внутри вселенной фонда, а сейчас похоже получила свое продолжение. Объект довольно неплохо показывает взаимодействие с призрачными сущностями, что может в дальнейшем получить свое развитие. В другой номинации, в той, что про ужасающего бюрократа, победила SCP-6061, и он сразу хочет зацепить нас тем, что фонд SCP не смог поставить его на содержание, и агенты вынуждены беспомощно следить за случаями убийств, в которых объект может быть задействован. Убийства эти похожи друг на друга тем, что каждый раз жертва оказывается стоящей на коленях, застреленной в голову в затылок. На ее теле всегда обнаруживается записка, похожая на некий документ, который заканчивается словом виновен. Было установлено, что все жертвы оказались так или иначе связаны с искусством. Во время одного из событий, SCP-6061, остался в живых один свидетель по имени Эдмунд, которого сразу доставили в фонд. Он рассказал, что после того, как закончил очередную картину, решил отметить это событие со своими друзьями, как вдруг ощутил ужасный холод. Появившаяся неведомая сущность немедленно расстреляла его друзей. Перед финальным выстрелом спрашивая у них, виновны ли те и зачитывая им совершенно абсурдное обвинение. И не менее абсурдный список прав. Собственно, большая часть объекта это протокол доброса Эдмунда, в котором он описывает расстрелы ожидания собственной смерти. Возможно, за счет красочности описания этот объект выиграл в своей номинации. При себе у Эдмунда также была записка, где было написано, что ему присуждается особое наказание. И судя по всему, оно в том, чтобы до конца дни думать, почему он остался в живых, когда другие погибли. Объект этот, к слову, действительно неплохой. С напряженной атмосферой. И из тех, которые было бы неплохо просто прочесть. SCP-6502 победивший в номинации кладбищенских историй. Это внезапно кладбище, привлекающее агентов фонда из-за слухов о том, что от некоторых могил доносится шепот. Ученые фонда выяснили, что так происходит, потому что если похоронить на нем человека живым, то он приобретает бессмертие. При этом это не особо приятная форма бессмертия, ведь тело-то разлагается, как обычно. Но разум каким-то образом сохраняется, как сохраняется и самосознание субъектов. То есть эти гниющие останки продолжают мыслить, чувствовать и осознавать себя. И это один из тех объектов, где самым страшным монстром показан сам фонт SCP. Ведь Совета 5 придумал использовать объект в качестве хранилища важных свидетелей и сотрудников, имеющих какие-то ключевые знания по поводу работы фонда. При этом похороненным на кладбище предписано сообщает, что фонду неизвестна природа аномалии и организация делает все, чтобы их вытащить. Как говорится, надо только потерпеть. Всего на этом кладбище фондом было зарыто 46 человек. Для примера показана история, как один из ценных специалистов по меметике подвергся воздействию спиртельных мемов и был закопан на этом кладбище. Примечателен диалог с этим сотрудником, где его убеждали в том, что тот находится в специализированном лечебном учреждении фонда и скоро его вылечат. Однако сотрудник этот оказался достаточно информированным, чтобы понять, что происходит на самом деле. И дальше в объекте представлен монолог человека с ужасом, осознающего свою ситуацию. Тоже достаточно атмосферный объект для простого чтения, вся суть которого не в истории, а скорее в представленных описаниях и монологах. Такие вот объекты сейчас пишут. Как по мне, фонд SCP понемногу возвращается к истокам. Страшные истории с сочными описаниями и пугающими поворотами. И все это в форме документов секретной организации. Довольно неплохой тренд. А как вы думаете? До встречи в комментариях. А пока, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok